МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, во Всемирный день телевидения, в Пятигорске начал свою работу первый форум СМИ Северного Кавказа. Представители средств массовой информации впервые собрались вместе, чтобы обсудить образ региона, который создается современными медиа. Организатор мероприятия – Центр современной кавказской политики. Форум посетили полпредпрезидента России в СКФО Александр Халопонин и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В Пятигорске сегодня работает наша съемочная группа. Подробный репортаж смотрите в завтрашних выпусках Вестей. Завтра состоится внеочередная 45-я сессия Народного собрания Республики. Депутаты рассмотрят проект закона об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаева-Черкесии. Также проект закона о внесении изменений в законно-профилактики наркомании и токсикомании на территории Республики и другие вопросы. В правительстве под председателем первого вице-премьера Карачаева-Черкесии Эльдара Байчорова состояло заседание по противодействию незаконной вырубке леса и нелегальному обороту древесины. В повестке дня межведомственной комиссии были вопросы по борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой и нелегальной реализацией древесины на территории Республики. Админ Аламкова продолжит. В территории Карачаева-Черкесии на 30% занимают леса, что составляет 520 тысяч гектаров. Одним из приоритетных направлений органов государственной власти в области лесных отношений является борьба и профилактика незаконной вырубки леса. Но несмотря на пристальное внимание, факты нелегального вывоза древесины присутствуют. На соседании Координационного совета в своем докладе и в своем слове глава Республики Кирашид Борисбич Тембрезов подверг резкой критике работу и правительства, и управления лесами, и, естественно, всех тех структур, которые необходимо задействовать для того, чтобы прекратить незаконную вырубку лесов, если сказать лаконично. На заседании был заслужен доклад начальника управления лесами Карачаева-Черкесии Джамала Лайпанова. Потом члены комиссии обсудили ситуацию с незаконной вырубкой леса и необходимые меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению фактов незаконной заготовки и обороту древесины. Так, в последнее время четко налажено взаимодействие МВД по Карачаевой-Черкесии с управлением лесами республики. Эта работа уже дала положительный результат. Необходимо также четко скоординировать деятельность между всеми остальными ведомствами, отметил Эльдар Байчоров, и добавил, что структуру лесного хозяйства нужно менять коренным образом. У нас сегодня что получилось? Парадокс какой? Все лесничества, сами себе удельные, так сказать, я даже, ну, хозяева будем сказать, их назначает Министерство имущественных отношений, ну, оно так сложилось, мы должны это поменять. А отвечает за все управление. Сегодня должна четко, так вот, Николай Михайлович тоже мне вот подтверждает это, мы должны четко знать, вертикаль никто не отменял. По окончанию совещания Эльдар Байчоров подчеркнул, что несмотря на положительные результаты, профилактика и борьба с незаконной вырубкой леса по-прежнему требуют кропотливой работы межведомственной комиссии, строгого контроля и ужесточения мер по отношению к нарушителям. А чтобы урегулировать все возникающие вопросы по обороту древесины, необходимо разработать единый нормативный акт. Альбина Ламкова, Артур Жужуев, Вести Карачаева, Черкесия. Альбина Ламкова, Артур Жужуев, Вести Карачаева, Черкесия. Альбина Ламкова, Артур Жужуев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев. Спойка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечка, два словечка, будет песенка. Он мечтал о создании детского хора радиотелевидения Карачао-Черкесии. На глазах Мусеона во всякий раз наворачивали слезы, переполняющие душу, когда он слушал чистые, звонкие серебряные голоса. Однако его мечте не суждено было осуществиться. Перестроечные времена рухнуло и дело жизни Ионова. Прекратил свое существование хор областного радио, которым Муса Хаджи Магомедович руководил более 20 лет. В этом коллективе Муса Ионов состоялся как музыкант, дирижер, а главное композитор. Хор радио исполнял песни на многих языках. Песням и мелодиям, которые приходилось обрабатывать Ионову, несметное число. Коммерциализация искусства, превращение эстрады в бездушную индустрию шоу-бизнеса буквально уничтожали таких истинных художников, как Муса Ионов. До последних дней Ионов был верен в себе, считая, что красота исполнения песни зависит от таланта и души, вложенной в песни. Он очень талантливый человек и обладал очень красивым голосом, баритоном таким бархатным. И читал все с листа. Вот как мы читаем буквы, так он читал ноты. Любое ему сейчас произведение дай, и он тебе сразу споет. Жизнь готовила неожиданные повороты. Манили к себе огни городов. Таким городом для Мусы стал Черкесск. Окончив строительное училище, проработав год по специальности плотникам, Муса собирается поступать в техникум в портовом городе Туапсе на факультет океанологии. Но случайная встреча с первым черкесским профессиональным композитором султаном Седаковым определила будущее Мусы. Седаков просто не мог не заметить такого самородка, пройти мимо таланта. Он сразу же предлагает Мусе поступить в музыкальное училище. И Муса поступает, не зная даже нотной грамоты. С Владимиром Гавриленко Мусу Ионова скрепила многолетняя дружба. Учеба на одном курсе. Оба были призваны в армию прямо со студенческой скамьи. Кстати, в Германии военнослужащий Ионов не расставался с музыкой, являясь солистом ансамбля. И последующее творческое сотрудничество. Он талантливый парень был, вы знаете. Он прекрасно знал фольклорную музыку в нашей Карачаево-Черкесии. И это объединяло нас во многом. На концертах вместе выступали, дружили, ухаживали за девушками вместе, понимаете. И поэтому, в общем-то, действительно, он был Муса, я всегда звал его Мусик. Он меня Вовик звал. В 2002 году в доме, где жил Муса Ионов, открыли мемориальную доску. 17 лет назад маэстро ушел из жизни. Но его песни и сегодня звучат из распахнутых окон. Это урок родного языка в школе, где учился сам Муса Ионов, на котором дети с неподдельным интересом изучают строки песни о топанте. Испытав счастье и лихость, и переживая радость и убедом людей, Муса Ионов пел так, что до сих пор его голос волнует слушателей, близок и понятен им. И будет звучать вечно, потому что в нем живет неодолимая любовь и неприходящая тоска по несбывшимся мечтам. Можно отлучить человека от песни, но песню от человека отлучить нельзя. Владимир Гетманов, Али Бастанов, Артур Жужуев. Вести. Карачаево-Черкесия. Другие вести. Сегодня в средней школе номер два станицы Зеленчукская прошла первая в республике интеллектуальная олимпиада. Сложнейшие испытания прошли школьники Зеленчукского района, на которые были признаны самыми умными по результатам проведенных тестов. Подробности у Али Баташева. Первая дорожка красная. Она самая короткая, но и самая опасная, потому что на ней ошибаться нельзя. Вторая дорожка чуть длиннее, желтая. Она в три шага. На ней можно ошибиться лишь однажды. И зеленая дорожка самая длинная, но и самая безопасная. Три заветные дорожки, вопросы на тему эпохи Петра I, достойные ответы и смелые предположения умников и умниц. За каждым шагом участников интеллектуального поединка следили взыскательные судьи и благодарные зрители. К проведению олимпиады начали готовиться с ноября этого года. В начале ученики старших классов района написали эссе по истории Карачаева-Черкесии и нашей страны. Самыми лучшими были признаны работы 47 учеников общеобразовательных школ района. Из них в отборочный районный тур олимпиады попали лишь 16. А в финале игры участвовали Анастасия Рыбачок, Лариса Сарыева и Екатерина Баронова. Ребята подготовились, эрудированы. И на будущее, я думаю, что эта игра у нас будет постоянно. Будут участвовать не только те, которые в этом году у нас многие школы не заявляли о себе. На следующий год будут заявлять о себе все школы. Обратили внимание, какая широкая все-таки для района, для первого конкурса была аудитория. Что она позволила? Она позволила детям больше прочитать, чем это нужно по программе и чем вообще они сейчас читают. А это уже большой плюс и большая польза. Победителем Олимпиады школьников «Умники и умницы» Карачаева-Черкесии в Зеленчукском районе стала ученица 10-го класса Нижнеархийской средней школы Екатерина Баронова. Я волновалась, но волновалась вот уже в последний момент, когда уже мы стояли вот с Анастасией Наравных и когда уже самая последняя ступенька была, вот тогда я волновалась. А до этого практически не волновалась. А что тебе в личности Петра больше всего поражает? В личности Петра он был очень таким ярким реформатором. И мне понравилось, что он как бы на руинах старой страны построил новую. В Карачаево-Черкесии проект стартовал благодаря договоренности главы республики Рашида Тимрезова с автором и ведущим программы «Умники и умницы» Юрием Вяземским. Победитель регионального этапа примет участие в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы» в Москве. Главным призом является возможность поступления в один из самых престижных вузов страны – МГИМО. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Зеленчукский район. На третьем всероссийском фестивале детского творчества «Утренняя звезда для детей с нарушением и слуха» ученица коррекционной школы первого вида «Черкеска» Алина Акбаева заняла второе место. Фестиваль проходил в два этапа. Весной этого года по результатам регионального этапа во всероссийскую фазу конкурса прошли две ученицы республиканской школы – Дарья Пономарева и Алина Акбаева. Алина заняла второе место в номинации «Жестовая песня соло». Мы поехали в город Ульяновск. В течение трех дней продолжались выступления участников. Я выступала первый день. Исполнила... Я хорошо исполнила свою песню. «Утпрощи, а ты моя звезда». Я очень обрадовалась, когда объявили результаты конкурса второе место Акбаева Алина. «Жестовое пение – это не просто жестом показывать, а надо и над содержанием поработать. Это огромный словарный состав ребенка, значение слов надо знать, тематику этой песни, чтобы она смогла передать всему залу глухим детям, о чем эта песня. Это очень трудный жанр». В выставочном зале Историко-культурного и природного музея-заповедника в очередной раз открылась Санкт-Петербургская ювелирно-минералогическая выставка-ярмарка «Блеск самоцветов». Более 20 фирм-производителя России представили свои изделия. Блеск самоцветов оценила Белла Джозаева. По традиции организатором выставки стала известная Санкт-Петербургская фирма «Мир камня». На ярмарке представлен огромный выбор ювелирных украшений из золота и серебра, бусы, ограненные камни, редчайшие коллекционные минералы. Особой гордостью нынешней выставки являются картины, выполненные в технике текстурной мозаики. Проще говоря, это картины из камня разных пород и минералов. Надо отметить, что в такой технике в России работает только три мастера. «Наше выставочное объединение старается учитывать всемодные тенденции, новинки, которые происходят в мире в плане ювелирного искусства, ювелирных изделий. Поэтому, учитывая все пожелания, мы изучаем менталитет города, пожелания наших покупателей, которые приходят к нам на каждую выставку, постоянных покупателей, новых покупателей, посетителей, которые интересуются культурой камня, культурой именно ювелирного искусства». На сей раз представлен большой ассортимент изделий из натурального янтаря и жемчуга. Также на выставке есть уникальные авторские украшения. Наряду с этими эксклюзивными изделиями выставлены коллекции редчайших метеоритов и лечебные минералы. А любители бижутерии могут приобрести на выставке самую модную, стильную и современную бижутерию. Безусловно, интереснейшие изделия, представленные на ярмарке самоцветов, порадуют красотой своих обладателей. Была Джозаева Артур Жужуев, Вести Карачаево-Чешкесия. Сегодня Всемирный день отказа от курения. Медики сообщают о более чем 25 заболеваниях, в течение которых ухудшается под воздействием курения. Это сердечно-сосудистые, легочные и онкологические. Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире. Сегодня у многих заядлых курильщиков есть повод раз и навсегда отказаться от пагубной страсти. Первый шаг к этому сделал сегодня наш корреспондент Ахмат Халкечев. Всемирный день отказа от курения отмечается с 1976 года и появился он благодаря Американскому обществу по борьбе с раком. И кто знает, может быть и сегодня после просмотра нашего материала кто-то из наших зрителей покончит с этой пагубной привычкой, сказав себе «я сумею бросить курить сегодня» или по крайней мере задумается. На сегодняшний день в России курят 67% мужчин, 40% женщин и 50% подростков. В нашей стране 500 тысяч человек ежегодно умирают от курения. Недавние исследования показали, что курение в среднем сокращает продолжительность жизни на 20-25 лет. Здесь психотерапия важна. Как индивидуальная психотерапия, так и групповая психотерапия. При каждой беседе мы стараемся настраивать больного, пациента, нашего пациента, настраивать на то, что без табака живется гораздо лучше. Резкий отказ от курения считается наиболее популярным и эффективным способом. Более 90% бывших курильщиков использовали именно этот путь. Существуют также другие способы, которые позволяют отказаться от курения более легким путем. Жевательная резинка, пластыри, которые облегчают симптомы. В первую очередь, к чему приводит курение, это, конечно, рак. Рак слизистой оболочки горла, рта, губ, рак легких, которые очень тяжело поддаются лечениям и, в принципе, приводят к смерти человека. Плюс, значит, никотин, который содержится в сигаретах, он вызывает сужение сосудов. Причем сужение сосудов по всему организму. Соответственно, может привести к инсультам, к инфарктам. Свою однозначную позицию выразили и представители основных в республике религии. Это, конечно, не самоубийство в прямом смысле слова, потому что человек, который курит, не имеет смысла лишить себя жизни. Но в конечном итоге такой человек понимает, что то, что он делает, отравляет его организм, убивает его. Поэтому это вполне можно назвать медленным самоубийством. В прошлом году собрались ученые, ученые-мусульмане и вынесли решение, что курение – это вред, это харам. Перед тем, как бросить курить, нужно определить, сколько сигарет мы выкуриваем и ситуации, в которых нам хочется затянуться. Нужно стараться избегать таких ситуаций, надо общаться с друзьями, которые разделяют желание отказаться от курения. Решение, раз и навсегда отказаться от курения, нелегко принять. Привыкший к никотину организм, безусловно, будет протестовать. Порой трудно себе отказать в ложном удовольствии, вытаскивая из пачки сигаретку, потом одуматься и отправить в ворну не только пачку, но и свою вредную привычку. Ахмад Халкечев, Артур Жужуев, Вести Карачаева, Черкесия. Итак, наш корреспондент Ахмад Халкечев с сегодняшнего дня бросает курить. Мы обязательно проследим за обещанием Ахмата и к следующему дню отказа от курения расскажем, сдержал ли он свое слово. Таким был четверг. Карачаева, Черкесия. Ждите вестей. Карачаева, Черкесия. Черкессия. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-минус 1. Днем 10-12 градусов тепла.